Все опять зависит от управления. Кто этим всем управляет? Срежьте такой маленький срез, и вы увидите опять. Это опять династия. Это опять не люди, которым это прям вот нужно. Которые в это верят, которые сами могли что-то сделать и сами что-то сделали. Понимаете, не может сегодня писатель критиковать критик, который не написал ни одной книги. Ну не может. Просто он права такого не имеет. И руководить многими вещами не имеет права тот, кто к этой области или отрасли не имеет никакого отношения. Вот не имеет права. Либо должен быть просто руководящим каким-то элементом в составе какой-то команды. Но базис этой команды должны представлять люди. Если это Минздрав, значит это должны быть врачи. Если это сегодня тяжелая промышленность, значит это должны быть те, кто знают, как это все делается. Если это судостроительное, значит это должны быть те, кто связан с этим. Но когда спортом руководит человек далекий от спорта, мы видим, что мы видим. Когда, простите меня, образованием руководит человек далекий образованием, то, что происходит с нашим образованием, мы опять же видим сегодня. Если сказать, что оно плачевное, значит вообще ничего не сказать. Прям совсем-совсем. Сейчас, говорят, будет новый министр образования. Но может быть, дай бог, у нового министра образования, как у женщины уже, как у матери. Как у той, кто понимает, что сегодня нужно нашим детям, как мама, как женщина, наверное, будет больше, скажем так, времени уделить внимание действительно дошкольному образованию, школьному образованию, программам, которые сегодня есть, посмотреть, что же все-таки там с ЕГЭ такое творится. И еще раз подчеркнуть, внутри начального образования, тем детям, которые сегодня в сентябре пойдут в первый класс, начинать подчеркивать, что сегодня человек труда – это значимая должность. Это человек, у которого есть завтрашний день в этой стране, которая обожает, любит и лелеет этого человека. Который потом идет на пункты голосования и голосует за депутатов, за президента, за премьера. Вот нужно сегодня начинать готовить человека умного, человека разумного, человека, любящего эту страну, свою родину. У нас сегодня есть кого любить, у нас потрясающие спортсмены. Кто бы что ни говорил, у нас один из сегодня лучших президентов, которые есть в мире. И это правда. Как бы кто опять что ни говорил. И это не потому, что сегодня это невыгодно. Сегодня выгоднее, скорее всего, ругать его. Так быстрее на экраны попадешь. Но то, что сегодня происходит, я сегодня смотрю. Просто у человека не 24 руки и не 64 часа в сутки. Но команда, 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 команда решает все. Сегодня в команде есть люди, которые готовы и которые работают, и это видно. И видно, как работает Лавров. Это видно. Но есть команды, которые не винтики. И видно, как от них потихоньку-потихоньку отодвигается и общество. Потому что общество стало реагировать на это. За каждый промах общество стало наказывать. Наказывать тех, кто занимает не эту должность. Наказывать тем, что общество научилось напрямую обращаться к президенту Российской Федерации. И на тех встречах, которые он проводит, и в интернете уже. Мы же уже знаем эти все голосовалки, которые так или иначе возникают по поводу и без повода. Я думаю, что впереди в любом случае что-то будет хорошее.